Подписывайся на телеграм-канал, все ссылочки в описании со скидками и купонами, также топами лучших товаров на Алиэкспресс. Сегодня у нас тест на долговечность батареи и у нас 4 участника. Очень популярные телефоны это Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE. А давайте сначала пробежимся по характеристикам этих телефонов. В первом случае процессор Helio G90T, во втором 730 Snapdragon и далее два процессора одинаковые. Это 712 Snapdragon на Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE тоже 712 Snapdragon. По видеоускорителям в первом случае Mali G76, также у Xiaomi Mi 9T Adreno 618, Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE Adreno 616. То есть здесь показатели очень идентичные, но также очень важно нанометры для того, чтобы сохранять батарею. И в первом случае это 12 нанометров, то есть самый плохой показатель из всех присутствующих, потому что у Xiaomi Mi 9T 8 нанометров, а вы знаете, чем меньше нанометров, тем лучше. У Realme 5 Pro 10 и у Xiaomi Mi 9 SE тоже 10 нанометров. То есть самый лучший в этом смысле показатель у Xiaomi Mi 9T. Ну и конечно объем батареи, это тоже немаловажная вещь. Redmi Note 8 Pro 4500 мАч, Xiaomi Mi 9T 4000 мАч, Realme 5 Pro 4000 мАч и Xiaomi Mi 9 SE 3070 мАч, но округлим до 3000. Самый плохой показатель по нанометрам у Redmi Note 8 Pro, там всего лишь 12 нанометров. Самый лучший у Xiaomi Mi 9T. По батарее, лучшая батарея у Redmi Note 8 Pro, то есть самая большая, а самая меньшая у Xiaomi Mi 9 SE. Тем будет интереснее, друзья, проследить. Конечно, отмечу, что у Redmi Note 8 Pro и Realme 5 Pro IPS матрица, а у Mi 9T и Mi 9 SE AMOLED матрица. И конечно, в каком-то случае она даст определенные преимущества. В течение теста вы поймете, в чем будет это преимущество. Но еще что хотел сказать, что победитель получает вот такой значок Winner. По прошествии одного часа мы будем определять победителя, и ему достанется вот такой значок Winner. Первое, что мы сделаем, это прогоним тест в Antutu. Мы сделаем это несколько раз, точнее 4 раза. И после первого раза, обратите внимание, победил Xiaomi Mi 9 SE. По скорости я их проверял в предыдущем, кстати, видео. Если вам интересно, то посмотрите, плашечка сейчас всплывет сверху. И Xiaomi Mi 9 SE действительно справился очень отлично на первом месте. По баллам. Больше всего баллов у Redmi Note 8 Pro. Здесь 283 тысячи баллов. Далее идет Xiaomi Mi 9T. 263 тысячи баллов. То есть, смотрите, когда Xiaomi Mi 9T получил 10-й Android, он достаточно сильно ускорился и приблизился к Redmi Note 8 Pro. И, кстати, Android 10-й тоже даст определенное преимущество, скорее всего, потому что он лучше уже адаптирован под современную систему, под современные технологии. Далее, Realme Mi 5 Pro 220 тысяч баллов в Antutu и Xiaomi Mi 9 SE примерно 223 тысячи баллов. То есть, плюс-минус, у последних двух телефонов баллы одинаковые, но Xiaomi Mi 9 SE на 3 тысячи баллов набрал больше. В этом тесте победил Redmi Note 8 Pro. Справился он гораздо быстрее, чем все остальные. Далее еще два теста в Antutu. Для того, чтобы разогреть процессор и подвергнуть его троттлингу, для того, чтобы он стал очень сильно кушать батарею, давайте еще два раза прогоним тест в Antutu. По прошествии одного часа тестов в Antutu и других тестов у Redmi Note 8 Pro 79%, то есть падение на 21%. А далее Xiaomi Mi 9T, кстати, тоже 79% неожиданно. Xiaomi Mi 9T всегда выиграл в первый час. Далее Realme Mi 5 Pro 83%, то есть самый лучший показатель. У Xiaomi Mi 9 SE 79%, то есть, смотрите, у трех телефонов 79%. Лидер на данный момент это Realme Mi 5 Pro. Нежданчик, ну да. Далее два теста в Geekbench. Показатели результатов у разных телефонов вы можете видеть на экране. В принципе, самые лучшие показатели у Xiaomi Mi 9T. 546 баллов сингл-кор и 1748 мульти-кор. Это лидер по этому показателю. И быстрее всего в этом тесте справился именно Xiaomi Mi 9T. Следующий бенчмарк это JFX Bench. Он очень неплохо нагружает видеокарту и центральный процессор. И, в принципе, неплохо так высаживает батарею. Два раза мы его прогоним. Этот тест очень-очень такой длинный и объемный. И в конце мы посмотрим на результаты после двух часов, сколько осталось процентов в каждом телефоне. По прошествии двух часов самый худший показатель у Xiaomi Mi 9 SE. Потому что, в принципе, не используется сильно AMOLED-экран. Но нагружается сильно процессор. И, конечно, батарея кушается быстрее всего. Redmi Note 8 Pro 64%. Пока что неплохие показатели. Далее Xiaomi Mi 9T 66%. Вот это очень неожиданно. Обычно Xiaomi Mi 9T всегда был в лидерах. И лидер здесь Realme 5 Pro. Так же, как и по прошествии первого часа. Очень интересные показатели. Давайте продолжим. По прошествии трех часов на последнем месте по батарее Xiaomi Mi 9 SE всего лишь 42%. Далее идет Redmi Note 8 Pro 44%. Все-таки процессор поджирает. Далее, кстати, Realme 5 Pro. То есть, он уступил первое место Xiaomi Mi 9T 47%. Ну и у Xiaomi Mi 9T здесь 52%. Именно в этом тесте Xiaomi Mi 9T показал себя в очень хорошем состоянии. Далее мы посмотрим футбол. Полтора часа примерно в очень-очень хорошем качестве. Кстати, Atletico Madrid против Liverpool играл. Очень интересный матч. Ну, ответочка. Ждем, конечно, ответочку. Что там будет. Я болею за Ливерпуль. Может быть, вы за какой-то другой клуб пишите, пожалуйста, в комментах. Но для этого видео это не так важно. Что касается теста, то мне кажется, Xiaomi Mi 9 SE за счет AMOLED-экрана и Xiaomi Mi 9T здесь немножечко поднимутся. Потому что IPS-матрица все-таки очень сильно кушает батарею. И Redmi Note 8 Pro и Realme 5 Pro здесь должны немножечко им уступить. Пошло уже 4 часа нашего теста. И на последнем месте Redmi Note 8 Pro. Хотя раньше он был очень даже в порядке. Далее, как мы и предполагали, Xiaomi Mi 9 SE потянулся 34%. То есть ушел с последнего места. А далее Realme 5 Pro 36%. Ну и лидер Xiaomi Mi 9T 47%. Сказывается, в первую очередь, хороший AMOLED-экран. И также очень хорошая адаптация. Также Android 10 здесь уже установлен. Прошло 5 часов. Досмотрели футбол. Ливерпуль, к сожалению, проиграл. Последнее место в этом тесте. У Redmi Note 8 Pro 16% всего лишь. Далее Realme 5 Pro 21%. И смотрите, IPS-матрица за это время съела очень много батареи. Xiaomi Mi 9 SE вышел на второе место 23%. Но и Xiaomi Mi 9T 41%. Просто конь скачет. Самые лучшие показатели. Пока что никакие тесты, не просмотры видео, не могут нормально посадить батареи на этом телефоне. Следующий это GPU Throttling Test. Давайте мы запустим его. Он очень неплохо съедает батарею. Потому что процессор подвержен троттлингу и очень сильно подъедает батарею. По прошествию получаса у Redmi Note 8 Pro осталось 6%. Xiaomi Mi 9 SE 7%. И Realme 5 Pro, кстати, неплохо держится. 11%. Xiaomi Mi 9T 30%. Еще 15 минут и батарея просто тает на глазах. У Redmi Note 8 Pro 2%. Xiaomi Mi 9 SE 2%. И Realme 5 Pro тоже 2%. Throttling Test очень сильно съедает батарею. Но на Xiaomi Mi 9T это никоим образом не влияет. У него 23%. Делайте вставки, господа, кто продержится дольше из этих телефонов. А кто умрет первым. Это очень интересно. Итак, первым на отметке 5 часов 49 минут умирает Realme 5 Pro. Очень хороший показатель на 712 Snapdragon. Батарея 4000 мАч. И это IPS матрица. Неплохие показатели. Всего лишь спустя минуту умирает Redmi Note 8 Pro. С его 4500 мАч. На 500 мАч больше у этого телефона. И он продержался ровно минуту. Поэтому у Realme 5 Pro очень хороший показатель по долгой жизни батареи. И Xiaomi Mi 9 SE со своей скромненькой батареей на 3000 мАч. Пережил двух просто монстров на 4500 и на 4000 мАч. Но, конечно, только на 1 минуту. 5 часов 51 минута. И Xiaomi Mi 9 SE скончался. Но очень неплохой результат за счет AMOLED матрицы. За счет очень хорошей адаптации. Это небольшой телефон. Но, по сути, держится на уровне батареи около 4500 мАч. И победителя мы, конечно, уже определили. Это Xiaomi Mi 9T. В тот момент, когда все уже телефоны скончались. У Xiaomi Mi 9T еще 20%. Поэтому давайте посмотрим, сколько он еще продержится. В GPU троттлинг-тесте мы его проверим еще раз. Также в Antutu и в других показателях. И, в общем, дождемся, когда же он все-таки умрет. Самый лучший долгожитель на сегодня. Это Xiaomi Mi 9T. Это один из самых, вообще, в принципе, лучших долгожителей сегодня на рынке. Потому что вот комбинация 4000 мАч, очень хороший процессор, очень хорошие нанометры и отличный экран дают ему вот такие великолепные показатели. 6 часов 20 минут осталось 9%. 6 часов 30 минут 5%. Ну и закончилась батарея у него на отметке 6 часов 55 минут. Очень много он пережил всех остальных. То есть, по сути, один из самых лучших показателей. И, конечно, здесь, я вам уже говорил, друзья, 730-й Snap. Отлично. AMOLED-экран и многие другие показатели. Плюс Android 10-й, очень хорошо адаптированный. Дает этому телефону самые лучшие показатели в жизни батареи. Итак, долгожителя мы определили. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего настроения. Лайк, подписка на канал. Приветствуется. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.